Это очень напоминает мне вот ту великую революцию религиозную, которая шла, она шла в любой религии. Самая близкая к нам, это когда протестанты впервые начали свергать жутко коррумпированную, очень плохую католическую власть по всей Европе. Это же было здорово, правда? Разрушающие храмы. Ну, казалось, что такое, да, ветер очищения, да. Баба Римский, вот мы привела всё. Это намерение при этом людей, которые искренне были возмущены коррупцией, смычкой религиозных лидеров со светскими властями, тем, что все купаются в золоте. Ну, кредитных карточек тогда не было, и Куршавеля тоже. Ну, было другого. Нет, Куршавель был, но тогда был ничего. Просто хрест нагрудный размером с человека из золотишка с драгоценности. Смотрите, кто будет на экскурсиях в соборах, там в водохранительницах много чего осталось. Фантастические совершенно. А вот тут народ в бедности. Какая резня пошла, что было с Германией, что такое 30-летняя война, что такое Варфоломея Иванович. И главное, с какой ненавистью уничтожилось всё, просто всё. Шарль де Костер. Да здравствует Гёзы, да-да, здравствует. А потом мы вырезаем монахов просто потому, что они монахи. А монастырь мы уничтожим просто потому, что отчего это он? Религиозная война самая страшная. Она абсолютно безжалостная. Там не с кем говорить, баранье блеяние на тему того, ну, надо же договориться. С кем ты договоришься, дурашка, тебе глотку перережут. Я сегодня с утренца посмотрел, присланый очередной пакет фотографий, всех этих корзинов полных отрезанных голов, процесс отрезания головы, маленькие дети, которых тренируют папы, как правильно отрезать голову, и маленькие дети, которых эти папы убивают. А это по жестокости и по кровавости чем-то отличается от Третьего Рейха. Там тоже новый порядок был. Там тоже был новый мир. Там тоже было... Женя, зачем они отрезают головы? Ну, положено. Ну, это вот правильно с точки зрения национальных традиций. Зачем барана резать? Ты баранов часто резал в своей жизни? Никогда. А у людей как шашлык баран режешь. А зачем глотку перерезать человеку вот так, а можно вот так, а можно ещё вот эдак? Понимаешь? Нет, на ней есть некий сакральный смысл. Это не сакральный смысл. Это традиция. Это такая традиция. Да, вот правильная традиция. А они же, глотку тебе отрезая, они же избавляют мир от нечисти. Они, которые не нашли себе места. Очень много детей из богатых семей. Во Франции, во Франции, в Америке. Я уж про исламский мир не говорю. Это зомбирование забивает с собой всё. А молодёжь хочет справедливости. Они черта не понимают. Они не понимают, что такое справедливость. Она ради этого справедливости пойдёт в Вафин СС и в зондеркоманду пойдёт. То есть, это отрицание. А просто потому, что... Отрицание. Они европейцы. Наконец-то. Против интерменшей. За ними Америка. Просто, а к чему тебе говорил, что паспорт тоже играет роль? Посмотри. Ведь кому... Я сейчас объясню свою миссию. Вот смотри. Кому они режут глотки под камеру? И заметь, что при этом какие страны принимают участие в авианалётах? Ну, давайте скажем прямо. Отрезанные головы американца, англичанина, скажем, французы, итальянца. Произведёт шок в европейском мире. Да. 100 тысяч отрезанных голов каких-то негров в Африке. Безразличие. Или 10 тысяч голов арабов. Вообще никого не было волновать. Ну, вот возьмут, они отрежут голову, там, кувейцев, саудитов, охранник. Европа скажет, да наплевать, да? Европа даже этого не скажет. Не заметит, да. Убитые сирийские солдаты не волнуют. Ведь это действительно отношение... Слушай, а убитые христиане кого-то волнуют? Нет, о чём я речь? Дети, женщины, старики, господи. Посмотри. Трагедия действительно малазийского Боинга. 298 невинных жертв. Весь мир сошёл с ума от ужаса. Гибель нескольких тысяч мирных жителей Донбасса. Гибель около двухсот, как говорят, жителей Одессы наплевает. То есть, получается, что славяне и арабы, расходный материал для них. Да не бойся, и евреи тоже расходный материал. Евреи, то есть, кто... Расходный материал. Как там этот холокост плевать все хотели, на самом деле. Основная тема на тему того, что евреи придумали холокост, состоит смысл, чего точно сказал специалист по удобрениям и президент европейского еврейского конгресса Слава Кантер. Как-то его допекли, который высказался. Не та проблема, что мы всё помним. Проблема в том, что вы всё забыли. Очень правильно сказал. Потому что... Знаешь, в какой ситуации это было? Ну, у него есть такой вот бзик. Правильный бзик бывает у разных людей. У каждого свой. У Холокостка есть бзик. Взять Россию и возглавить её. Давно. А у Кантера другое. Он не хочет, чтобы люди забывали о убитых евреях. О холокосте. И когда поляки замяли просто тему Освенцима, забили в дальний угол, они даже траурные мероприятия в Освенциме назначали специально на такие еврейские траурные дни, вроде Юмкипура или Субботы, чтобы никто из Израиля приехать не мог, прилететь. Вот просто так. Потому что считалось, что это всё советская оккупация. Ну, когда кончилось наше социалистическое содружество, советская оккупация у нас всё. Чего вы нам напоминаете? Опять же, в Освенциме охранниками кто был в огромном количестве? Ну, как и везде. Представители братских славянских народов, в том числе украинцы в огромном количестве, а также, кстати, и поляков было полно. И вот Кантер внезапно в 2005 году воскресил тему. Туда поехал Путин, туда поехал американский президент Буш, туда вдруг все приехали, а поляки не могут сказать, пошли вон, если американский президент едет. Да и русский. На тот период у нас ещё не было таких нежных отношений с Польшей. Как-то братья Кочиньские ещё не затоптали окончательно польскую дипломатию. И тема вспомнилась. На следующий год Украина. Это была песня, потому что президент Ющенко, а тогда был как раз Ющенко, сделал всё возможное, чтобы ничего в Бабе Мьера не было. Ну, был тогда спикером Миронов, и он приехал уже от России, много кто ещё приехал. Далее под нажимом большим президентская администрация кривилась, как солдат на вошь. Напомню, Ющенко тот самый мерзавец, который присвоил звание героев Украины палачам, Шухевичу и Бандерию. Так он их поэтому и присвоил. Это такой местный Саакашвили, по-русски говоря, украинский. И когда надо было дать героя Украины, ну, нельзя не дать, американцы лоббируют майору Шапира, человеку, который открыл ворота Освенцима, то для баланса дали герою Украины палачу, причём далеко не только евреев, кого там евреи волнуют, но ещё и поляков, Роману Шухевичу. Большой привет батальону Нахтигаль, СС. Ладно, и потом следующая идея, годовщина Хрустальной ночи, Кристалнахт. Отлично, ребята, а мы ещё должны только в Польше или на Украине вспоминать о Холокосте. Ну, Кристалнахт же, погромы страшные. Всё замечательно, идём в Германию, проводим памятные мероприятия, всё очень достойно. А Мюнхен, где был пивной путь, Берлин, где были основные погромы, э-а, говорят немцы. То есть немцы не говорят э-а, э-а, говорит Шарлотта Кноблах, лидер немецко-еврейской общины, не надо. Но она понимала, что такое не надо, она знала, что произойдёт, когда арабы, турки, местные выйдут на улицы тысячами, если не десятками тысяч, тяжёлыми антисемитскими лозунгами, а где-то с погромами. Что будет, когда пойдут неонации, как будет кривиться местная элита, та самая. Там ещё не было канцлера Ангела Меркель, насколько я помню, но всё было уже хорошо. Она сказала, ради бога, только не надо. И пришлось проводить в Пресселе и в Страсбурге. Ну, как-то там уже отказать было нехорошо, да, это нейтральные площадки, только не в Германии. Жень, но ведь мы всё хорошо понимаем, что главное, что сдерживает пересмотр итогов Второй мировой и Великой Отечественной войны, это Холокост. Вот если удастся вытравить Холокост, тогда выяснится, что это не было самое бесчеловечное, самое страшное, самое омерзительное нацистская идеология. А будет сказано, что, ну, это война между одними союзниками с одной стороны, другими с другой стороны. То есть сразу... Вообще неизвестно, кто был достойник. Совершенно верно. Сразу немецкий фашизм обеляется. То есть сказать, что всё, еврейская придумка, что Холокоста нет, и заметь, можно забыть о 20 миллионах советских граждан, замученных. Вообще про них помню. Слушай, ну, это просто вообще... Неинтересно им вспомнить. Какая ты ещё про хатынь вспомнишь. Совершенно верно. Там она вообще интересна. Сразу становится неинтересной. Про перевозку рабов в вагонах, молодёжь, которые... Но я тебе скажу другое. Я страшно извиняюсь, это будет очень некрасиво, хамски, неполиткорректно и очень недемократически. С годами я понял простую вещь. Главное, что останавливало пересмотр итогов Второй мировой войны, это вовсе не Холокост. Это были советские военные базы в Восточной Европе. Бесспорно. И в тот момент, как мы их увели, руководствуясь лучшими намерениями, и в тот момент, как они просто перестали там стоять, можно зачеркнуть историю насчёт непересмотра итогов Второй мировой войны. Ну, де-факт уже пересмотрят, конечно. Каждая сволочь у себя возвращается к истокам. И поэтому истоки и Прибалтики, это марш эсэсовцев. Поэтому истоки сегодняшнего украинского национализма, что было в советское время невозможно даже представить, потому что у нас же не говорили вот это. Ну, так, вялая фраза про коллаборационистов, старались не напрягать, все отсидели своё, кто не ушёл на Запад, а которые не отсидели своё, ну чего, ладно, уже. А потом оказалось всё живо, из могилки попёрло. И вот всё, что сегодня во всех этих радостных батальонах, замыкая круг нашего обсуждения, о которых ты опять вспоминал, это действительно оно. Мы сто раз можем говорить, это не нацизм, это никакой не фашизм, как вам не стыдно, это чаяние оккупировано Россией, украинского народа. Мне всегда очень трогательно слушать, как Грузия была оккупирована Россией, как Украина была оккупирована Россией. Понимаешь, наверное, Леонид Ильич Брежнев, Черненко, Кириллиенко, они все были оккупированы Россией. А уж про Сталина с Берии, ну просто вот они так были оккупированы. И в этой ситуации у тебя каждый мелкий поганец говорит, что его оккупировали, а он просто возвращается к национальным корням. Потом, правда, выясняется, что национальные корни – это далеко не только Мазепа и казаки, которые с поляками идут брать Кремля заодно и грабить что-нибудь, пока там Шуйски не прискачет. И далеко не только многочисленные ворюги типа Гетмана-Полуботка, там что вообще началось, казнократство с Порошенко, Януковича, Ющенко. К полуботок со своими бочонками золота, заметь, уведенными в Лондон, ну все повторяется вот всегда. Опять все деньги в Лондон. Лондон, по-моему, встал на этих деньгах, отсюда вывезенных в качестве финансовой столицы мира. В этом плане не знаешь, чего делать, потому что у тебя с юга наступает всякая басмаческая сволочь. При этом, когда смотришь на тех старых басмачей, ну они еще ничего, это такой вот враг-враг, ну конечно, но они хотя бы там вот так, как нынешние талибы, не талибы, исламское государство, аль-Каида, те же братья-мусульмане, они как-то так даже и не изверствовали, не рушили, они так по мелочи, ну там, да, конечно, ремни со спиной порезать, там, чего такого натворить, но вот так резать, это уже современность наша родная, у них еще и оружие современное. Теперь у тебя на Украине гражданская война, которая, к моему огромному сожалению, я боюсь, далеко не кончится тем перемирием, о котором мы все так много говорим, потому что, да скинут Порошенко его радикалы, там фашист на фашисте фашистом погоняет, для них он вообще национальный предатель. А заметь, российская интеллигенция не видит там фашистов, не видит, вы все придумаете. Я всю жизнь полагал, что тоже являюсь частью некоторой, частью российской интеллигенции. Нет, мы с тобой уже не интеллигенция, мы же не находимся в конгрессе российской интеллигенции. А я не хожу в конгрессы с моей точки зрения. А у них есть отдельный конгресс российской интеллигенции, они подписываются, а все остальные, это вот ничтожество. Нет, никаких проблем. А не конгресс? Значит, конгресс любителей собаководства, конгресс флокусов, конгресс кого угодно. Я вообще был в одном конгрессе много лет, в российском еврейском конгрессе, еще даже в те годы, когда было ничего. Я перестал обращать внимание на толпу народу, которая называет себя как-то, потому что люди имеют право на глупости, на заблуждение, на бред. Но проблема состоит вот в чём. Какая разница, что пишут или говорят доброжелательные идиоты по поводу будущей войны? Кого-то волновали дискуссии по поводу соотношения итальянского или германского фашизма? Никого никогда. Насчёт дискуссии по поводу большевиков и меньшевиков, на нары в Сибири, там додискутируете. Да. Если на нары, если до нары доберётесь, так и будет. К сожалению, как часто бывает, исторический опыт учит только тому, что ничему не учит. Ессер. Субтитры делал DimaTorzok